Мы с мужем недавно поженились и хотели бы поучаствовать в программе, где семьям выделяют социальную выплату на приобретение жилья. По возрасту мы подходим. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще обязательные критерии и на какую сумму можно рассчитывать? Это вот как раз таки по поводу признания молодых семей, имеющими достаточно доход. Семьи, чтобы стать участниками программы, должны подтвердиться, что они платежеспособные, так как социальная выплата предоставляется не на счет молодым семьям, не наличными средствами. Она перечисляется третьему лицу. Третье лицо – это выступает либо банк, где они берут ипотеку, соответственно, у них должны, возможно, быть накопления, возможно, там какие-то первоначальные взносы, да, либо это продавец, у которого они приобретают жилье, либо это фирма строительного подряда, с которой они заключают договор, чтобы построить дом. Соответственно, если семья рассчитывает, к примеру, использовать только социальную выплату, соответственно, у них должны какие-то накопления быть, чтобы приобрести жилье. Если они изначально рассчитывают, что они будут обращаться за ипотекой, соответственно, банк требует, чтобы они были платежеспособными и подтвердили это какими-то соответствующими справками. В этом году, буквально вчера, 23 марта, было вручение молодым семьям сертификатов, и они будут приобретать, либо строить жилье в текущем году. Многодетные семьи, где состав семьи 5 человек, это родители и трое детей, получили 2 миллиона 52 тысячи. Семьи из 4 человек, оба родителя и двое детей, 1 миллион 641 тысячи. Семьи, вот у нас в этом году была неполная семья, мамочка и ребенок получили 967 тысяч. Что касается социальных выплат на будущий период, на будущий год 22-й, все будет зависеть от стоимости одного квадратного метра, который утверждается постановлением администрации, на основании которого рассчитывается как сумма социальных выплат, так и размер суммы, на которую семья должна подтвердить свои доходы, чтобы стать участником программы. Редактор субтитров А.Семкин